Добрый вечер, дорогие хентайщики и извращенцы! Не стесняйтесь! Сегодня мы начинаем наш увлекательный полет в страну греха и порочных фантазий. С вами Стил, вы на канале Стил Эдитинг, и я расскажу вам в какую еще пошлату можно поиграть, помимо нашумевшей сабверс. Количество игр с Зоргеном, привет адептам, явно превышает количество игр без него. Но в этом видео мы оставим в сторонку поделия а-ля раздень тянку и насади ее на ствол своей танковой пушки. Только либо игры имеющие хороший визуал, либо геймплей. Конечно, всегда можно посмотреть картинки на Данбуре или почитать мангу, вы сами знаете где, Но быстрое передергивание на картинке никак не сравнится с бешеным удовольствием игры на танках. И сюда было бы неплохо вставить рекламу World of Tanks, но мне не заплатили. Поэтому 34-ка я буду называть только соответствующие правила в интернетах. Когда речь заходит об играх про 34-ку, люди сразу вспоминают Skyrim с соответствующими модификациями. Но если брать 3D-игру на каком-то современном движке типа Unreal Engine, я всегда вспоминаю об Warcraft. И в первую очередь из-за того, что это серия игр в сеттинге World of Warcraft, которому я отдал много лет своей жизни. Серию разрабатывает в одиночку русскоговорящая девушка из Канады, что не может не удивлять. Сама серия показывает альтернативный Азерот с узнаваемыми персонажами типа Джайны, Сильваны и Алекстразы, которые очень любят играть вместе в танки. Но, к сожалению, из-за того, что игру разрабатывает один человек, там нет геймплейных элементов сабверса, таких как Bullet Hevel и пошаговая стратегия. Вся серия это бродилка-квест, где ты ходишь по карте и попутно с простеньким сюжетом собираешь сцены. Еще один недостаток — отсутствие сохранений, что заставляет проходить всю игру за один присест. Однако обилие сцен на любой вкус в более чем двух десятках игр нивелирует эти недостатки. Тут есть дренейки, эльфики, хуманши, дриады с друидами в разных обликах и много чего еще. И хотя ранние версии на Unreal Engine 3 сейчас выглядят не очень презентабельно, я бы посоветовал их не скипать и хоть чуть-чуть погрузиться в местную историю. Хочется больше геймплея и погружения в тему? Их есть у меня. Это игры за авторством Старого Охотника. Их только две, но в каждой из них есть огромное внимание к деталям. Первое — это крылья осквернителя, где нам приходится играть за дракона. Да-да, в кой-то веки главный герой не обычный зорген-террорист со 150-мм пушкой в штанах, а настоящий такой матерый драконище, который верно служит своей повелительнице. Просыпаешься такой раз в несколько лет, а там деревни не разорены, в городе слишком шикуют, да и красавицы в башнях как-то одиноко ждут своего часа. Покуролесил, показал местным красавицам свое орудие и снова спать. А в это время всякие рыцари да воры зарятся на твое имущество. Где же зорген, спросите вы? А он там, где нужно оставлять свое потомство, ибо век дракона не так велик, как говорят, да и потомок будет куда сильнее своего бати, голову там лишнюю отрастит или огнем дышать научится. Так и проходят года, пока не закрадывается шальная мысль, а может это нах эту повелительницу? Причем в обоих смыслах. Рассказывать про вторую игру не хватит никакого видео, ибо это самый обширный и проработанный симулятор работорговца. Если ты, дорогой адепт, думаешь, что твоего скрытого фетиша здесь нет, то ты очень ошибаешься. В игре можно все, ты ж работорговец в самом деле. К сожалению, для новичка она достаточно тяжела, ибо очень легко перегнуть палку с поощрениями и наказаниями. После чего рабынька превращается в безвольную куклу, которую либо с молотка за бесценок, либо, как это ни печально, на мясо. Вечный Рим жесток, и места под солнцем там мало. Печального конца избежать можно, если обращаться со своей подопечной, как с человеком. Сами представьте. Жила-была тяночка, потерялась в туманах, и вот ее уже продают ногишом с подиума, как раба. Если будущий хозяин будет отвратителен на вид, жесток и беспощаден, и заставит сходу чистить стволы одновременно пяти танкам, то, естественно, она захочет либо сбежать, либо убить его. Но если ее встретит импозантный мужчина в дорогой одежде, даст чем прикрыть срам, объяснит ее положение, будет поначалу требовать не слишком многого, отнесется с пониманием к ее горю, будет строг, но справедлив, то, может быть, жизнь раба в Вечном Риме не так уж и плоха? Каждая рабыня уникальна характером, и если кому-то хватает увещеваний, некоторые понимают только жесткую руку. Игра очень хорошо симулирует отношения между хозяином и рабыней, и очень скоро вы даже можете почувствовать эмоциональную привязанность к подопечной. Но не забывайте, все ваши усилия лишь вложение в ту цену, которую заплатит покупатель. Но жизнь работорговца не ограничивается непосредственно профессиональной деятельностью. В игре есть сражения с проработанной системой, где не обязательно даже убивать своего врага, гонки на колесницах, и, наконец, каждый член гильдии должен сам управлять своим имением. Даже рутинная бухгалтерия в игре сделана увлекательно. Я бы с радостью постримивались, сделал гайды на такую игру, но, к сожалению, из-за обилия, сами знаете, каких частей тела, почти весь экран надо было бы закрывать черными квадратами. Пришлось сильно постараться, чтобы показать вам даже эти футажи. Но вот в Дискорде постримить это дело милое, так что ссылка в описании. И переходим от игр русскоязычных к англоязычной. Эйя Сенки, или по-другому The World Conquest. Почему именно этот представитель жанра визуальная новелла с пошаговыми боями? Почему не Ранс и не Венус Блад? Потому что здесь не какая-то выдуманная фэнтезийная вселенная, а вполне себе альтернативная история планеты Земля, где все важные исторические личности стали тяночками. Действительно, в какой еще игре вам придется захватывать Москву, чтобы показать Лоле Садиске Ивану Грозному свой ствол танковой пушки? Или брать штурман Лондон, чтобы потом король Артур сама прыгнула к вам в объятия? А уж миленькая волкодевочка Монтесума, такой ядерной смеси реальных личностей и выдуманной истории еще надо поискать. Если говорить про сам геймплей, то он выглядит как пошаговая стратегия с балансом на основе сильных и слабых сторон юнитов. Все бьют всех, но кто-то делает это сильнее. Учитывая то, что под конец игры у вас будет несколько десятков влюбленных в вас персонажей, подбор тех шести, что пойдут с вами на штурм очередной неприступной твердыни, оставляет крепко задуматься. Помимо всего прочего, даже пройденные тяночки будут подкидывать вам разные приколюхи, ссориться, мириться друг с другом, мило пить чаечек и увлеченно беседовать о калибре вашего ствола. Ради этого стоит захватить мир во славу Зоргена. Наконец, тот жанр игр, который обычно не в приоритете. Я про игры на платформе RPG Maker. Их часто считают старыми, скучными, но они выпускаются до сих пор, причем даже сравнительно крупными студиями. Вот уж где можно разгуляться фантазией. Игр на Maker целый легион, и каждый может подобрать себе игру по вкусу. Я, конечно, не упомню их все, но перечислю и кратко опишу самых ярких или необычных представителей. И первой идет мой личный фаворит, Ариадна. Игра, которая даже без Зоргена могла бы быть самодостаточной. Нешабонная боевка, система прокачки навыков, появляющаяся после разных действий, сложные, но продуманные бои с боссами. Это одна из тех игр, про которую можно сказать, пришел за Зоргеном, остался ради геймплея и истории. Второй в списке идет Магика. Более ранняя игра от того же автора, на которой тот обкатывал идеи для Ариадны. Она, конечно, попроще во всем, но не менее хороша, и, как понятно из названия, рассказывает про главную героиню мага. Дальше идет Клэйрс Квест. Игра еще на стадии разработки, но даже сейчас контента в ней просто немерено. Отличается от всех остальных она тем, что здесь вообще нет никакой боевки. Главная героиня, как и положено простой девушке-крестьянке, слаба, и все проблемы ей приходится решать ложью, интригами, убалтыванием, ну и Зоргеном, конечно. Вся игра строится на диалогах, но прохождение максимально нелинейно. Один и тот же квест можно пройти разными способами, и в зависимости от них и будут прокачиваться соответствующие характеристики. А использование последней версии Мейкер дает картинку куда красивее, чем в остальных играх, что, впрочем, не нарушает стилистику а-ля ранние Final Fantasy. Следующими идут два представителя очень редкого жанра, а именно Роуглайк. Да, это те самые игры, в которых нужно всеми силами избегать немилосердного Зоргена. Проклятые предметы, ограниченность ресурсов и разнообразные сцены, если не фартануло. И это все про них. Рандомно генерируемые подземелья все так же в комплекте. К сожалению, обе только на английском, но они стоят того. Не забывайте, что ссылки на все раздачи неувядающего ПЛа находятся в описании. И надеюсь, вы умеете пользоваться VPN, чтобы получить к ним доступ. Ну и, наконец, игра с боевкой в реальном времени The Dead End. В город прибывает крутая святая и спускается в старое подземелье, чтобы его осветить. Подземелья древние, сокровищ в нем много, и целый городок живет на вытащенном оттуда добре. А главный герой, член гильдии сборщиков трупов, постоянно спускается вниз, чтобы вытащить и прибарахлить вещички очередного искателя приключений. Но скоро приходит заказ, вытащить святую. Живой или не совсем живой. Награда 2 миллиона. И все бы ничего, но награду один из членов гильдии ворует. Все остальные пускаются за ним в погоню, а нам наказывают, чтобы за святой лезть даже не думал. Но это ведь нас не остановит, верно? Персонажу необходимо будет пить, есть, а сохраняться можно только на манер Дарк Соулса у костров. Смерть же ведет к посмертному проклятию. С первого раза вам точно не удастся выйти на хорошую концовку со спасением. Ведь время в игре привязано к реальному. Но зато можно побыть плохишом, не спасать попавших в беду приключенцев, а убивать. А девушкам показывать ствол своей танковой пушки. Давляющий маятник времени, наступающий голод и обжигающая жажда. А до спасительного костра еще так далеко. Вот какие эмоции вы испытаете от, казалось бы, еще одной игры на устаревшем движке. Из минусов стоит выделить разве что однообразный Зоргин, но игра хороша и без него. Вот такой перечень у меня получился. Это далеко не все игры, которые когда-либо меня зацепили. И если вам понравилось, дайте мне знать об этом либо в комментариях, либо лайком. И, возможно, я продолжу эту тему в других роликах. Ну а на сегодня всем удачи и приятного вечера. Субтитры создавал DimaTorzok